Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте я вам расскажу, какие опасности могут подстерегать туристов в Египте, как от них избавиться, и продолжу выпуски, которые уже очень полюбились многим нашим подписчикам, советы для туристов в Египте. Итак, если вы еще не смотрели первую часть сайтов, обязательно посмотрите, они вам помогут сэкономить деньги и подготовиться к поездке. Смотрите, какие опасности туристов могут подстерегать в Египте. Давайте сразу начнем. Видите, я иду, это солнышко. Погода в Египте очень такая переменчивая, днем очень-очень жарко, что зимой, что летом. Летом, конечно, 40 градусов, зимой может быть 23-25, но солнце очень жгучее, очень опасное. Еще в Египте очень сильные ветра хамсина, например, когда вы выйдете, покупаетесь, у вас, вы еще не обсохли, дует ветер, загар предстает очень-очень быстро. И если вы в первые дни пойдете купаться на море, не будете пользоваться солнцезащитными кремами, будете загорать постоянно на солнышке, потом у вас может быть весь отдых, несколько дней вы сидите дома, так как никуда не выйдете. Пользуйтесь солнцезащитными кремами в первые дни, не находитесь долго на солнце. И вот если есть такая хлопчатобумажная рубашка, которая спасает меня от жары в летний период времени в Египте, вот, если вдруг обгорели, алоэ вера очень быстро помогает, прям купили и мажьтесь, но лучше не выходить на солнце. Вторая опасность, которая вас может подстерегать в Египте, такая явная, это пищевое расстройство, пищевое отравление. Смотрите, здесь очень жарко, вот, например, сейчас 36 градусов, пища очень быстро портится, пища другая, непривычная для нас, для европейцев часто, поэтому будьте аккуратны, ну, как аккуратны, мойте чаще руки, вот, прямо салфетки влажные берите, еще что-то. Вот я вот целый год, вот, когда был ковид, вот, мыл руки, салфетки, здесь вот приехал в Египет тоже, потом забыл несколько раз, ну, и дней пять, извиняюсь за подробности, была диарея, никуда не выйдешь, хорошо, что я здесь живу-то два с половиной месяца, вот, если вы приехали на семь дней, я тут очень, кстати, часто, вы думаете, я говорю элементарные вещи, именно в Египте очень на их знакомых, особенно, кто работает гидами, рассказывает, что у многих туристов с непривычки кушать все хочется, еда в отелях все включено, мойте руки. Если у вас вдруг это случилось, смотрите, еще какой момент, русские таблетки не все здесь помогают, например, вы взяли уголь, левомицетин, но так как здесь другие маленько, отравление, другая специфика, то если им не помогают русские, используйте местные, вот, очень классная вещь, антинал, вот, запомните, антинал, это от диареи, помогает быстро, две таблетки надо, в три раза в день, вот, так что используйте местные таблетки, и опять я говорю на собственном опыте, у меня было это, пробовал русский, и что-то никак, вот, пять дней мучился, проконсультировался с местными специалистами, опять с русскоязычными, кто здесь живет, мне сразу сказали, ну, используй египетские таблетки, все сразу через два дня прошло, вот, будьте аккуратны. Третий важный момент, который, опасность, который может подстерегать туристов, это рифы, коралловые рифы, особенно в Шарм-эль-Шейхе, смотрите, какой пляж, если там коралловый пляж, много коралловых рифов, то будьте аккуратны, когда заходите, когда купаетесь, если порежетесь, например, глубоко порезались, климат влажный, у вас отдых 7 дней, потом будете ходить, хромать, или там порезаны об коралловые рифы, будьте аккуратны, берите тапочки, если у вас коралловые рифы, и сначала проверьте морское дно, куда вы идете купаться. Четвертый важный момент, который, опасность, которая подстерегает туристов, это будьте следить аккуратно за своими вещами. Вот в Египте был ковид, были революции, ну, очень большая часть населения стала жить беднее. Если раньше, например, вот велосипед оставляли, то вот сейчас мои знакомые даже, ну, вот, кто здесь живет, велосипед прямо с подъезда выдирали за замком. Туристов, конечно, это не касается, но следите за своими вещами. Вот опять слышал случай, женщина в отеле, например, ездила на яхте, то ли где-то забыла телефон, то ли где-то кто-то ее украл, ну, в общем, у нее потерялся телефон, естественно, никто не вернул ей. То же самое я слышал и от таксистов, которые, также девушки забывали телефон в такси, в красно-оранжевых, и потом эти таксисты хотели его продать, там не возвращали, ну, сумочку. Так что я вам советую, например, на Uber ездить, приезжают, во-первых, Uber, эта система такая известная, во-вторых, приезжают, скажем так, обычно вот на Uber такие хорошие машины, достаточно богатые люди, но опрятные, и вы всегда можете через Uber запросить, чем вы сели в это такси, не знаете даже, с кого запросить, если вы вдруг оставили вещи. Вот так что будьте аккуратны. Еще одна опасность, которую подстерегает туристов, это, если вы едете в Египт первый раз, обязательно посылайте мое видео с совета. Незнание местного климата. Вот, например, вот видите, дует ветра. Вот они, например, зимой, январь, февраль, даже первой половины марта, очень сильно ветра дует, туристы смотрят погоду, солнышко, 25 градусов, поехали, в море нельзя зайти, ну, очень холодные, такими урывками бегают, купаются днем. Изучите внимательно в Египте такой обманчивый климат. Посмотрите мое видео о погоде, когда лучше ехать в Египет. И, допустим, если вы хотите ехать на пляжный комфортный отдых с теплым морем, зимой в Египет ехать, например, не надо. Так же, как и летом, когда здесь очень-очень просто жарко. А зимой вот такие ветра, и в море зайти. И он может этот ветер 10 дней дуть в феврале. И в море вам зайти будет сложно. Вот даже камеру сносит. Вот такие вот опасности подстерегают туристов в виде ветра. Сейчас паузу сделаю. Еще опасность, которую я считаю, это реально опасность, когда туристам пытаются продать втридорогие экскурсии какие-то товары, услуги. Я даже записал об этом видео, как разводить туристов в Египте. Обязательно посмотрите, чтобы не попасться на эти уловки. Ну, например, вот, ну, это действительно развод, то, что это неправда. Например, отельные гиды могут продать, чтобы продать вам экскурсии по завышенным ценам, обязательно заставить вас прийти на встречу, на которую вы прийти не обязаны тратить свое время, и рассказывать вам, ну, неправду, что, например, вам надо прийти, чтобы зарегистрироваться обязательно, отдать ваучер, чтобы на обратную поездку. Зарегистрировать вас, как вы заселяетесь в отель, вас зарегистрировали. Вы оплатили тур, у вас обратный ваучер, он как был, так и есть. Ваша задача – позвонить там и узнать время выезда. То есть ходить вы не обязаны. И тратить свои, там, допустим, полдня, например, вам скажут встречи в 11, вы полдня тратите и слушаете, как вам продают экскурсию по цене в два раза дороже. Ну, вот пример я, посмотрите видео о разводах, там подробно это написано, как, например, когда экскурсия в Каир стоит на улице 50 долларов, я умудряюсь за 135-звездочных отель, отельные гиды продавать. Второй вот такой развод, это тоже касается денег, это когда, например, в кафе есть цена прайса, не во всех кафе, но в некоторых, цена прайса, а внизу маленьким шрифт написано, это еще у нас сборы налоги 12-14%, особенно когда у вас денег впритык, вы посмотрели, а потом вам принесли счет 14%, и еще у них нет мелкой сдачи, допустим, 1-2-3 фунта, и вы таким образом заплатили свыше, там, стоимости блюда процентов 15-16%. То есть будьте внимательны, в кафе посмотрите, все ли включено, то есть вот такие опасности от местных, там, Фэ, например, очень любят принести воду, вы думаете, это комплимент от кафе, а потом выходит эта вода, которая, например, стоит раза в три дороже, чем в магазине, а вам она даже не была нужна, так же, как и хлеб. Например, я хлеб не ем, а он будет включен и вода, и в хлеб, и вот это 14% налог, и отсутствие мелкой сдачи 3-4 фунта в окончательную стоимость, которую вы заплатите в кафе. Будьте внимательны, обязательно посмотрите мое видео «Цены в Хургаде», о том, как разводить туристов в Хургаде, чтобы избежать вот этих опасностей. Еще одна действительно опасность, которая может стоить вам здоровья, не прятаться со здоровьем, не ходите ночью купаться в море, когда темная погода. Вот не зря во многих отелях, например, не пускают на пляжи, особенно если вы выпили алкоголь. Во-первых, это коралловый риф, опасность порезаться, не видно, то есть темно, если у вас коралловый пляж, если даже песчаный пляж. Ночью – это время морских жителей, морских гадов, то есть там змеи, ежи, скаты, они могут подплывать близко к берегу. И для вашей же безопасности не заходите ночью в море. Ну вот я с этим согласен, с мерами предосторожности в Египте, с охранниками пляжей, что в море в это время делать нечего. Еще одна опасность, которая касается как раз вот хорошего самочувствия, чтобы вам не сгореть, не получить солнечный удар. Очень многие экскурсии в Египте проходят в пустыне, например, поездки на квадроциклах – это пустыня, особенно если вы едете на целый день. Поездки на пирамиды – пирамида стоит в пустыне. Луксор – это древний город, храмы, гробницы царей находятся в пустыне, и там температура еще жарче. То есть, например, сейчас в Кургай 35, я приехал из Луксора, там было 45. То есть, когда вы едете на экскурсию, должны это учитывать, нет ли у вас проблем со здоровьем, ну, например, у пожилых людей, нормально ли вы переносите эту температуру. Опять же, вот такая вот одежда. Я, например, в Луксоре встал в 6-7 утра, чтобы не ходить по самой жаре, и уже в 11 проходил в отель, чтобы спать. Ну, конечно, экскурсия вам это не даст. Вы едете на однодневную экскурсию, и вы целый день будете ходить по этой жаре. Так что максимально, например, используйте воду, берите с собой воду, солнцезащитные крема и вот такую защитную одежду, чтобы вы получили удовольствие от этой экскурсии, а не страдали там. Ну вот я сказал вам о самых главных опасностях, которые подстерегают туристов в Египте, в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе. Вот еще одна опасность, которая касается девушек. Вот, если девушка едет одна вдвоем, пройти спокойно вам по улицам не дадут. Торговцы очень навязчивые, я уже об этом говорил, но помимо навязчивости с девушками еще будут пытаться знакомиться. Будут пытаться знакомиться на улицах торговцы, персонал там отеля, аниматоры, которые, по идее, должны туристов развлекать, тоже повышенное внимание будут уделять куда-то, приглашать, еще что-то. Мой вам совет, вечером никуда с египтянами не ходить. Допустим, поздно вечером ни на дискотеке, ни в какие кафе. Вам же будет спокойнее, чтобы вас потом целыми сутками не доставали, не караулили у отеля и не названивали. Ну и не дай бог, что-то с вами там случится. Если хотите на дискотеку, пойдите лучше с аниматорами из отеля, которые за вас отвечают, вас соберут, привезут, а не в 2 часа ночи, непонятно с кем, с людьми, которыми, вы знаете, там 2-3 раза, 2-3 раза до этого видели. Опять же, даже просто ради того, чтобы потом вам весь отдых не названил телефон, и этот египетский мачо не караулил вас около вашего отеля, чтобы еще встретиться и вас увидеть. Кстати, я прохожу мимо фруктовой лавки, и вот вам еще один совет. Вода здесь, ну, такая плохая, которая идет обычно из крана, то есть мойте все фрукты, чтобы избежать той же диареи, что я сейчас и делаю, водой, которая покупной, из бутылок. Вот продаются в том числе и 5-литровые бутылки. Так же, как и щетку, и полощите рот, что я сам сейчас и делаю. То есть из-под крана лучше воду в рот не брать, фрукты ей не мыть. Ну все, теперь точно все. Пока-пока. Да, не забудьте подписаться на наш канал, и до встречи в следующих видео из других городов и стран мира. С вами был Борис Соколов, сайт vizosam.ru. Пока. Тема религии, особенно если вы другого вера вспоминаю, не мусульманин там, а, например, ну, христианин там, как я, или другой религии, не стоит касаться темы политики, тогда для Египта больная тема, как у них началась, допустим, мы в этом, в 10-м, в 11-м году революции с этого времени. Цены поднялись в несколько раз, а уровень жизни упал. Также у них есть военные конфликты с Израилем. Ну, зачем им это надо? Просто лишний раз не касайтесь этого, не обсуждайте. Вам же будет спокойно. Да, ну, кстати, вот если вы живете, например, в отеле, допустим, на 2-й, на 3-й береговой линии, как в Шарм-эль-Шейхе, еще смотрите, чтобы рядом с вами не было мечети, особенно первые разы, когда вы не привыкли, сейчас я уже 2,5 месяца живу, я привык, у них в 5 утра вы громко говорите, идет молитва. И вот в первые разы, я помню, в Шарме также был, пока я отдыхал, то есть в 5 утра вы будете вставать, как по будильнику, и слушать мусульманские молитвы. Так что будьте аккуратны, и, допустим, ну, если вы не придерживаетесь этой религии, не хотите вставать в 5 утра, посмотрите, нет ли рядом с вашим отелем мечети. Вот такие самые главные опасности в Египте, о которых я вам рассказал. Предупрежден, значит, вооружен. Опять вы послушали это видео, следуйте моим советам. И я хочу, чтобы у вас отдых получился классным, хорошим и запоминающимся. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт vizasam.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Вот.